Вот мы по ним быстренько пробежимся, потому что панель тоже очень большая, функций много, как бы все сразу, наверное, они тут применяются и кривым, и поверхностям, и все в одну кучу мы валить не будем, но азы мы пройдем. Перемещение. Выбирается объект, подтверждается выбор и либо, значит, мы выбираем точку, откуда двигаем и куда двигаем. То есть, соответственно, если мы задействуем либо кнопочку орта, либо кнопочку shift на клавиатуре, да, то есть у нас будет перемещение строго по осям координат. Если мы зададим расстояние с клавиатурой, значит, у нас будет перемещение на определенное расстояние. Если мы сейчас повторим эту команду, да, выберем объект и зацепимся за какую-то его точку, да, и прилепим к какой-то точке другого объекта, то будет такое перемещение. Значит, копирование, то есть то же самое. Выбираем объект, подтверждаем выбор правой кнопкой, то есть выбираем точку, откуда мы копируем и выбираем точку, куда мы копируем. То же самое там. Забили значение, привязались к чему-то, допустим, к середине вот этой. Нажали правую кнопку, закончили операцию. Поворот. Значит, 2D, 3D. Ну вот мы пока рассмотрим 2D поворот, то есть левой щелкой, левой щелкой кнопнули, левой кнопкой щелкнули. Значит, выбрали объект для вращения, подтвердили выбор правой кнопкой. Сейчас нам предлагают выбор, выбрать центр вращения и, соответственно, можно либо скопировать поворачиваемый объект, либо повернуть без копирования. Ну, мы выберем без копирования повернуть, да, то есть за хвостик тут вот цепимся. Теперь мы выбираем вот так и пошел у нас поворот. Значит, если мы можем выбрать значение, просто щелкнув мышкой, можем забить какой-то угол, предположим, 25 градусов и увидим, что в этом случае у нас происходит вращение против часовой стрелки. То есть, если мы повторим эту команду и забьем угол отрицательный, минус 25 градусов, то произойдет вращение по часовой стрелке. То есть, вот это надо помнить с этим. Люди путаются обычно, поэтому стараемся не путаться. Значит, панель масштабов, то есть то же самое. У нас разворачивающийся список в панели, мы его достаем. Достали из панели transform панель масштаб и видим, что вот это у нас масштаб трехмерный, вот это двухмерный. Это в одном измерении, да, и это у нас, как сказать, неконтролируемый масштаб. Значит, ну трехмерный понятно, двухмерный. Выбираем объект, выбираем точку, то есть также можем скопировать масштабируемый объект. Масштаб выбираем 2, вот у нас два раза увеличился. Если мы выбираем одномерное, значит, выбрали, нажали, точка, от которой мы пошли и тянем его в одном направлении. Часто очень полезная функция. Так, заключительная кнопка. Объект, подтверждение, точка, с которой мы пошли, да. Значит, вот так мы его тяганули по x, вот так мы его тяганули по y, ну и по z еще, конечно, предлагают, но мы от этого уже откажемся. Просто правой кнопкой щелкнем, закончим команду. Значит, все эти команды будут рассматриваться еще и практически, поэтому мы сейчас по ним бегло и в основном для того, чтобы вы знали, где это находится, чтобы потом, когда я буду применять эти команды, чтобы у вас не возникало ощущение новизны какой-то, да, то есть свежей информации, то есть мы это уже проходили, будем считать. Дальше мы закрепим навыки. Значит, зеркальное отображение. Выбрали объект, подтвердили выбор, старт, конец. То есть видим, что у нас отзеркалился объект. То есть это может быть ортогонально, не ортогонально, копировать, не копировать, то есть в данном случае мы копируем. Если мы сейчас выбрали опцию не копировать, то есть мы видим, что они у нас отзеркалились без повторения. То есть классическое зеркало. На этом, наверное, на сегодня мы остановимся. Информации это довольно много. Вот, то есть достаточно для осмысления какого-то первоначального. Вот, значит, мы разобрали как-то кривенько, косенько, бегленько, да, двухмерное черчение. Дальше мы перейдем к практике. Значит, практике именно двухмерного черчения. Но будем совмещать это уже с построением каких-то поверхностей. Потому что, конечно, уже надо что-то делать, надо как-то дальше двигаться. То есть нельзя выезжать на голой теории. Нужна какая-то практика. То есть перейдем уже, как говорили в институте, к лабораторным занятиям. Так что вот, дальше будет только интереснее. На этом наш урок закончен. Это был третий урок. В третьем уроке мы рассмотрели виртуальное лекало, то есть построение кривых. Мы рассмотрели редактирование кривых. Мы рассмотрели перемещение, копирование, повороты, масштабы. Ну, в общем, мы уже практически полностью подготовились к следующей стадии, когда можно будет уже воплощать что-то в какие-то простенькие объекты. Начинать делать какие-то наброски. Хочу отметить, что точность построения, правильность построения и грамотность построения кривых впоследствии очень сильно влияет на правильность построения, грамотность построения и красоту получающихся поверхностей. Так что не пропускайте это мимо ушей. Это важно. Это нам еще очень-очень пригодится. В общем, снова заболтался. На этом разрешите откланяться. До свидания. Всего хорошего.